Так или иначе, но практически каждый, кто долгое время живет в Польше, хотя бы раз задумывался насчет своей недвижимости. Однако, если говорить о квартире, то это еще одна проблема, и ее решает, в принципе, наличие средств. Но если вы хотите уединения и спокойствия, то вы точно задумывались о своем доме. Однако, так ли просто купить дом? Ведь под домом находится земля, которая по закону не может быть продана иностранцу в Польше. Возможно, у вас сейчас возникла мысль. Ничего страшного, присмотрю квартиру в портере, со своим земельным участком. Тоже, в принципе, неплохой вариант. Увы, но вы не сможете купить такую квартиру, потому что необходимо пройти процедуру получения разрешения от государственных органов в Польше. Что же тогда делать? Давайте разбираться. Каждое государство охраняет свои земли от распродаж внешним фирмам, корпорациям и даже обычным иностранцам. Нормальное государство должно беречь землю и ухаживать за своей территорией. Прямо как я, за своим каналом. Поэтому разрешите мне гордиться своей проделанной работой и не забудьте поставить лайк под видео. Если еще и комментарии напишите, я буду знать, что не зря помогаю вам с важной информацией для каждого иммигранта в Польше. Давайте сразу структурируем информацию. И поэтому я предлагаю сразу же поговорить о законах, которые регулируют этот вопрос. Затем предлагаю обсудить требования к потенциальным покупателям земли, а подведем итог уже тем, что укажем, какие документы нужно иметь или получить для возможности подачи заявления на разрешение покупки земельного участка на территории Польши, если у вас нет польского гражданства. Сразу сделаю небольшую сноску на полях. Разрешение на покупку земли не нужно для граждан ЕС, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. То есть, если у вас есть деньги, но нет одного из этих гражданств, проходи через круги ужендов. А если ты нормальный белый европеец, то без проблем сможешь себе хоть стадион построить. Так выглядят права равенства по-европейски. С другой стороны, условный коррумпированный миллиардер из Ирана, Судана или РФ мог бы закупиться земель в стране ЕС. А благодаря этим же законам ЕС это будет задача не из простых. Поэтому, как говорится, у палки всегда два конца. Предлагаю начать с законов. И самый первый по значимости это Устава о набыванию на верхом мощи Пшеств Судоземца от 24 марта 1920 года. Да, вы не ослышались. Этот акт впервые был опубликован еще в 20-м году прошлого века. И вследствие был немного изменен, но основа до сих пор сохранилась. Последняя редакция была в 2017 году и первая статья ухвалы гласит «Набыч от нерухомощи Пшеств Судоземца. Вымага за зволением». Само разрешение на покупку земли принимается никем иным, как Министерством оброны народовой. То есть, Польша трактует покупку земли как посягание на целостной страны. По большому счету, именно поэтому получить разрешение – это заноза в пятой точке при покупке недвижимости. Следующим актом, который регулирует вопрос покупки земли, является Устава от дня 16 листопада 2006 года о оплаче скорбовой. Конкретно этот закон содержит в себе информацию о том, сколько стоит такое разрешение. Да и, к слову, в этом законе вообще содержатся все оплаты для иностранцев – от виз до карт по быту. Так вот, стоимость разрешения на покупку земли в Польше стоит 1570 злотых. Ни больше, ни меньше. При этом оплатить их нужно, конечно же, сразу, в моменте отправки документов и заявления на получение разрешения. Дальше у нас, возможно, самый важный документ, который получил название «Рошпожназания министра справ в Венчинных» от 20 червса 2012 года. Если кратко, это постановление о информации относительно документов, нужных для получения разрешения на покупку земли. В документе последние страницы содержат полноценные шаблоны документов для подачи. То есть там есть внесок, есть таблица для заполнения освещения и все, что необходимо. Это база, которая должна быть при подаче. К этой базе необходимо добавить список личных документов, о которых речь также будет идти в этом постановлении. О них, к слову, поговорим чуть попозже. Ну вот, это те самые три основных закона в Польше, связав которые вы сможете сами без чьей-либо помощи попробовать получить разрешение на покупку недвижимости. Однако вы должны понимать, независимо от вашего гражданства, что подача необходимых документов еще не значит, что вы получили разрешение. Именно поэтому в одном из законов указана информация о том, что вы можете просить о возврате уплаченной полторы тысячи злотых в случае отказа. Давайте кратко поговорим о том, как принимается вообще решение. В ухвале от 1920 года во второй статье указаны причины, по которым вам могут отказать. Первое. Покупка земли не станет преградой, вернее, станет преградой в обороноспособности страны и будет угрожать безопасности общества и повлиять на политическую ситуацию государства. Второе. Вы не сможете доказать связь с государством Польши. Не пугайтесь второго пункта, он на самом деле не так страшен, как может показаться. Потому что как раз таки первый, более основополагающий. Быть вы хоть потомком королевы Польши и Адвиги, если сотрудникам Министерства обороны Польши не понравится ваша история, земли вам не видать. Именно поэтому зачастую гарантировать какой-либо результат по рассмотрению не может абсолютно никто. А если гарантирует, знайте, вас обманывают. Что касается связи с Польшей, то это может быть карта часовего по быту, карта салегу по быту, карта поляка, жена-муж полька, крепкие польские корни и так далее. Именно эти документы являются частью необходимого пакета при подаче на разрешение. Так как мы уже отчасти коснулись темы документов, давайте приведем тогда перечень бумаг, необходимых для вас при подаче. Итак, прежде всего вам нужны подтверждение личности, паспорт. Для предпринимателя это выписка из реестра предпринимателей КРС или же из реестра другой страны, в которой вы ведете бизнес. Выписку из земельной книги Польши. Выписку из реестра земельных участков. Также нужен документ «Вырос из кадастровой карты». Выписка из местного плана землевладения или застройки. Заявление продавца, выражающего волю отчуждения имущества в пользу иностранца. Решение об условиях застройки и его предназначения, будь то это дом, гараж, партер, многоквартирного дома и так далее. Подтверждение связей с Польшей. То есть, как мы сказали, это карта по быту, карта с Толегу, карта поляка, родственные связи, подтверждающие из реестров и так далее. Справка об отсутствии задолженности в оплате налогов. Это касается вообще всех видов налогов в Польше. Доказательство оплаты пошлины в размере 1570 злотых. Подтверждение источника средств на покупку недвижимости. То есть, распечатка с банковского счета, справка из банкового размера денежных средств, которые есть у вас на банковском счету. Трудовые договора, договора ипотечного кредита и так далее. Забыл также сказать о том, какой разрешенный размер участка, самого земельного участка, может быть куплен иностранцам. В уставе 1920 года было указано, что земельный участок не может быть больше, чем половина гектара, при условии, что его предназначение будет для жизни иностранца. Если же речь идет о ведении бизнеса или для фермерских потребностей, тогда его размер может быть больше, но не больше адекватных территорий. Да, конкретные цифры в этом случае закон не предусматривает, но рассчитывать на 5 или 10, а то и больше гектар, уж лучше точно не стоит. Также забыл сказать о том, что кроме физических лиц, купить земельный участок могут и бизнеса, то есть особо оправно и сполка хандлова. В этой ситуации предназначение такой земли будет для ведения предпринимательской деятельности. Об этом мы с вами упоминали буквально ранее. И если же говорить конкретно о самих заявлениях и как их заполнять, то нужно быть предельно откровенными при их заполнении. Фактически вам придется все выложить на блюдечки работникам министерства. Начиная от информации о вашей жене-мужа при наличии таковых, заканчивая информацией о ваших передвижениях по миру и проблемами с законом. Ну и очевидно, что если ваши документы на иностранном языке, их необходимо будет перевести у присяжного переводчика, чтобы их заверить. В уставе 1920 года в первой же статье указано, что у министров есть 14 дней на вынесение решения по вашему обращению. Однако в этом же законе, буквально в следующей статье, указано, что они имеют право на продолжение срока до двух месяцев. Однако все мы с вами знаем, как это работает. Не удивляйтесь, если решение будет вынесено значительно позже. Также нужно отметить, что если земля окажется под юрисдикцией какого-то другого органа, министерство обороны отправит документы в их отделы, чтобы те, в свою очередь, приняли решение также. Нужно быть к тому, что есть вероятность того, что если вы получите земельный участок, вам выставят определенные условия. То есть разрешение вы получите при условии выполнения пунктов в этом самом разрешении. Этот документ не вечен, действует он всего два года, поэтому с постройкой домом и оформлением недвижимости вам придется поторопиться. Это все, что вам нужно знать о покупке земли в Польше иностранцам. Не забывайте об активности, иначе мне просто станет неинтересно разбирать польские законы для вас. Хорошей вам недели, увидимся через 7 дней. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова